Я Марк Бартон, я рад, что вы смотрите это видео. Сегодня мы поговорим на очень горячую тему – секс на первом свидании. Тему я выбрал не просто так. Я недавно проводил эфир в Инстаграм на эту тему. Там немножечко я попытался прояснить ситуацию для девушек, которые нарвались на публикацию одного психолога. Я специально пока не называю имени и фамилии. Я думаю, многие из вас и так догадаются. Уже знаю, о ком я говорил. Все-таки я надеюсь на благоразумие этого человека и на его профессионализм, если он себя считает профессионалом. И он прекрасно понимает, что речь идет о нем. Он прекрасно понимает, что я говорил о нем. Если там действительно присутствует профессионализм, и он считает себя психологом, он обязательно выйдет на связь и предложит, допустим, совместный прямой эфир, где он приведет какие-то веские доводы, доказательства своим высказываниям. А сказал он следующее. Если вы встретились с понравившимся парнем, либо мужчиной, пришли на свидание в первый день, общаетесь, сидите. И в первый день вы обнаружили какие-то точки соприкосновения, промелькнула искра, симпатия. И вы поняли, что вы хотите этого молодого человека, а он хочет вас. Идите и занимайтесь сексом. Ничего страшного в этом нет. И только лишь мужчина-идиот подумает о том, что вы шлюха. И как бы в принципе все. Ну, естественно, меня возмутило то, что этот человек с такой легкостью, с такой простотой вещает о достаточно глубоких вещах. И, естественно, мы постараемся сегодня вместе с вами очень подробно, не спеша разобрать эту тему, разобрать вред секса на первом свидании, посмотрим, насколько это опасно для женщины. И вообще поговорим с вами об институте семьи и о том, куда катятся женщины и что происходит с мужчинами. Потому что если так будет дальше продолжаться, мужчины будут трахать чель в заборе, а женщины будут удовлетворять себя, фалоимитаторами, купленными в интим-магазинах, либо покупая себе роботизированные куклы. А все по одной простой причине. Мы перестали думать, мы перестали размышлять. И в большей степени идем за людьми, которые сегодня являются такими, знаете, формируют общественное мнение, чуть ли не путеводители. Вот обратите, он сказал, и люди пошли делали. А представьте, там женщина с неокрепшей психикой. Пошла, это действительно и сделала. И вот для девушек, которые хотят быть счастливыми, а не слушать разных других людей, которые навязывают свое какое-то больное мнение, я приглашаю на свои бесплатные программы. Да, у меня есть и платные программы, но идите хотя бы на бесплатный онлайн-курс. Я такая одна, удобная или уникальная. Прослушайте его. Это диагностическая программа, где вы сможете обнаружить проблемы, которые вам не дают возможности быть счастливой. Это касается и отношений с мужчиной, и вашей самооценки, в силу которой многие женщины не соглашаются на сексуальную близость с мужчиной в первый день, с первым встречным. Познакомились, искорка промелькнула, пошли легли в постель. И касается и денег, и вашей самореализации. И вот вы пройдите эту диагностическую программу, а дальше вам будет уже проще определяться, куда двигаться дальше. Идти в дальнейшее развитие, либо оставаться на месте и в принципе довольствоваться тем, что есть. Поэтому если вы хотите действительно осознанно стать счастливой, а не посредством рекомендаций, которые вас уничтожат как женщину, ссылочка находится в описании под этим видео. Поэтому, пожалуйста, я приглашаю вас, регистрируйтесь. Уже более полумиллиона женщин прослушали эту программу. И представьте себе, сколько это. Но не была бы она такой востребованной, если бы там не было полезной информации. А ее столько, что вам только нужно будет брать записную книжку, тетрадь и записанную. Ссылочка в описании под этим видео. Давайте мы начнем издалека. Я все-таки вернусь к психологу, этому психологу, к другим психологам, которых сейчас полно на просторах интернета. И которые вещают женщинам такую вседозволенность, говоря о том, что да, можно идти и заниматься тем, что ты хочешь, спать на первом свидании, менять мужиков так часто, как тебе хочется и нравится. И безусловно, у этих людей есть миллионы последователей. Эти миллионы последователей – женщины с уничтоженной самооценкой, которые, естественно, используют свое тело, свою сексуальность, как средство для подтверждения своей значимости. Вы простите меня за такую грубость, вот ее трахнули один день и бросили. И она потом ходит и внушает себе, что оказывается, это не ее поимели, это она поимела кого-то там. Она потом себя успокаивает, и она пытается вот в таких легкомысленных отношениях обнаружить для себя очень важные какие-то моменты, противоестественные ее женской природе. Вы когда-нибудь пробовали стирать нижнее белье в микроволновке? Ну, вы, конечно, скажете, Марк, что за бред, как в микроволновке можно постирать белье? А почему? Потому что микроволновка не рассчитана на то, чтобы в ней стирали белье. А в чайнике пробовали разогревать котлеты? Ну, тоже нелогично. Почему? Потому что чайник для того, чтобы вскипятить воду и заварить чай. Женщина тоже имеет определенные настройки от создания. И эти настройки изучаются к столетиям научным миром. И научный мир имеет совершенно иное представление о том, как устроено женское тело. и руководствоваться какими-то поверхностными состояниями, относясь к себе, женщина не имеет права. И задумайтесь, почему миллионы женщин несчастливы? Потому что относятся к себе в несоответствии с инструкцией. То есть, есть определенная инструкция и у мужчины, и у женщины. Обойти ее невозможно. И до тех пор, пока мы не научимся относиться к себе, не как к мешку с говном и с кожей и костями, а как к разумному созданию, тогда все станет на свои места. Так вот, по поводу психологов. Мы с вами прекрасно понимаем, что абсолютно любой психолог это лекарь души. Если говорить о лекарях души, это люди, которые своей деятельностью должны врачевать, которые должны помогать, не создавать опасности и не подвергать человека, не ввергать человека в состояние, где он будет находиться, знаете, в таком флуктуационном состоянии, в состоянии колебания. Он не может понять, а как мне сделать? Голова говорит одно, совесть подсказывает другое, а психолог говорит третье. Так вот, психологи сегодня действительно формируют общественное мнение. И это общественное мнение может сделать либо счастливыми, либо несчастливыми. И когда вам рассказывают о том, что секс на первом свидании это какая-то поверхностная штучка, ничего страшного, что жалко что ли, раздвинула ножки и вперед, получила удовольствие, покайфовал. Это очень опрометчиво, непрофессионально и небезопасно. И подобных высказываний психолог ни один себе не имеет права позволять. Если же мы говорим о психологах-травматиках, о таких психологах, чтобы вы понимали, миллионы абьюзеры, брошенные, обманутые женщины, маменькины сыночки, униженные психологи в детстве, то есть это люди, которые сами пережили на своих, прожили в своем опыте жизненном такие ситуации, которые их действительно травмировали. И те женщины, у которых у самих проблемы с сексом, на них никто внимания не обращает, а может быть, с мужем какие-то проблемы в близости, а может быть, там были измены, и они орут с каждого утюга. Спите с кем хотите, все нормально. То есть через вас реализуют свои нереализованные фантазии. Мужчины-психологи такие же, маменькины сыночки, обиженные на своих мамочек, которые там непонятно где и чем занимались, возможно, изменяли, не обращали внимания на него. Мужики, насильники, психологи, они тоже есть. И эти люди потом вещают. И когда вы обращаете внимание на таких специалистов, вы задайте себе вопрос, хотя бы обратите внимание на речевой посыл, как они обращаются к вам, как они к вам относятся, какую они транслируют информацию, да элементарные на речевые обороты. Я специально сделал себе, сохранил себе заметку. Мне девушка прислала, значит, скриншот в переписке у психолога, о котором я вначале говорил, где он рассказывает о сексе на первом свидании, значит. То ничего страшного. Я не буду весь текст зачитывать. Вот она здесь пишет. «Добрый день, не пишу комментарий, но в данном случае не могу не высказаться. О моральном аспекте вопрос не возникает». То есть женщина уже даже о моральной нравственности не хочет говорить. «Все мы взрослые люди и подобные страхи рождают неуверенность в себе и комплексы». Здесь абсолютно все верно. У меня другой вопрос, она пишет. «Каким образом возможен секс на первом свидании, если анализы на заболевания, передающиеся половым путем, занимают пару дней, а окончательный результат 10-14 дней». И там далее по тексту она сомневаясь задает вопрос данному психологу, который утверждает, что можно идти и заниматься сексом на первом свидании. Ответ психолога, это он отвечает своей подписчице. «Голубушка, голубушка». И дальше просто обратите внимание на конструкцию предложения и на речевой посыл, на речевую нагрузку, которая отражает напрочь полностью 100% состояние этого человека, состояние его ума и состояние его души и отношения к своему делу. Смотрите, что он пишет. «Голубушка, а вы если на 10-м свидании даете, вы до этого проводите полный медицинский чек, не ерунда же, ну ерунда же и улыбочка». И дальше по тексту. И вот здесь больше всего режет слух и глаз слово «даете». А вы когда на 10-м свидании даете, это что, милостыня, это что, подачка какая-то, это угостить соседей свежеиспеченными пирожками с капустой либо с фельдерной колбаской. Речь идет о женщине, о женской сексуальности и о женской природе. Сейчас в современном мире даже психологами секс воспринимается как обычный физиологический процесс соприкосновения двух тел. Сексуальная близость мужчины и женщины это наивысшая форма проявления любви. Это нужно понять и осознать. Об этом говорит весь организм женщины. У мужчины немного другая природа и вы должны понять это. И если мужик хочет на первом свидании секс, это вполне объяснимо. Он всегда этого будет хотеть. Абсолютно всегда. И здесь, конечно, меня поражает, я просто почитал комментарии, смотрю на речевой посыл, на то, как человек, какие обороты речи у него, какой смысл написанного. Вам не кажется, что когда к женщине подобным образом относятся, ей должно стать противно находиться даже в таком пространстве. Даете. На каком свидании, более того, мне девушки пишут сами, Марк, на каком свидании давать мужчине. У меня, знаете, мне иногда даже противно, честно вам скажу, говорить вам об этом. У меня такое ощущение, что я пытаюсь заставить женщин быть счастливыми и умными, осознанными. На каком свидании давать. У тебя какая-то давалка есть, у тебя есть женственность твоя, есть твоя женская энергия, сексуальность, которая тебе от создания твоего была дана, для того, чтобы ты распорядилась ей максимально разумно, а не швыряла себя под ноги разных недомужиков, следуя рекомендациям каких-то непонятных специалистов. Давайте мы пойдем дальше, для того, чтобы не быть голословными. Институт семьи, что с ним происходит сейчас? Его нет. Он просто ползет на коленях, а может быть уже и на пузе. Посмотрите, что происходит в средствах массовой информации. Полнейшее разрушение семьи, высмеивание семьи, высмеивание отношений, какие-то формируются организации мужские, объявившие войну женщинам с детьми, еще какие-то организации, которые считают женщин вообще второсортными созданиями. И все это поддерживается естественной женщиной. Вами. Вы идете в постели к алкашам, к наркоманам, к безработным мужчинам, если их можно так назвать, пытаетесь спасать маменькиных сынков, живете с теми, кто вас бьет, лупит. И после этого мы хотим говорить про институт семьи. Мальчики растут непонятно как, девочки растут непонятно как. Вы понимаете вообще, что рано или поздно мы просто вымрем, просто вымрем и человечество не останется. Мужчины и женщины созданы для того, чтобы любить друг друга, а не для того, чтобы воевать друг с другом и выяснять отношения. А когда вот это легкомыслие внушается женщинам, иди, спи на первом свидании, и вы начинаете этим самым подыгрывать закомплексованности мужской, это же катастрофа. Какую песню не послушаешь, один невротизм, проституция, наркотики, алкоголь, рекламу посмотришь, то же самое, все с уклоном на секс, из женщины сделали какую-то тряпку, то есть привлечь клиента, купить колбасу обязательно, чтобы с этой большой палкой колбасы в руках на плакате стояла женщина с большой грудью в купальнике. Почему не женщина в халате, на кухне? Нет, в купальнике, с тонким намеком на фаллический символ, который она еще держит на уровне своих гениталий. И если вы в общем посмотрите, то сегодня женщины что делают? Они просто-напросто подыгрывают своему обесцениванию. Вы в этом принимаете активное участие. Можете обижаться на меня, можете не обижаться. Иногда просто в инстаграм попадаются какие-то какие-то фотографии, думаешь, господи, мне молодой человек пишет, Марк, я познакомился с девушкой, у нее весь инстаграм-аккаунт в ее заднице. Вот все посты это ее жопа, простите меня. В купальнике, без купальника, еще как-то. То есть она везде у нее, вот она только попус ему показывает, иногда лицо. И женщина думает, что таким образом она привлечет к себе достойного мужчина выйдет за него замуж. И у нее все будет хорошо. Давайте мы про секс на первом свидании поговорим с точки зрения безопасности. Вы когда-нибудь изучали статистику групповых либо просто изнасилований женщин, которые происходят ежедневно? И если говорить про, допустим, не только про Российскую Федерацию, а в общем про территорию бывшего Советского Союза, этих изнасилований тысячи ежедневно. Тысячи! А все почему? Потому что доверчивые девочки ходят на свидания, попадаются, нарываются на каких-то мужиков непонятных, которые красиво говорят, хорошо выглядят и совершают с ними различные действия. Вас это не настораживает? Вы пришли на первое свидание, вы знать не знаете, кто перед вами сидит. Может быть, этот человек болен в ВИЧ и решил отомстить всем людям на свете и перезаражать всех. Может быть, у него сифилис, может быть, у него еще какие-то венерические заболевания, он шизофреник, может быть, у него диссоциативное расстройство личности, может быть, это ассоциопат какой-то, может, это просто псих, сбежавший из дурки, находящийся на учете у психиатра. Вы об этом не думали никогда? Вы же прекрасно понимаете, если изучить криминалистику и посмотреть на деятельность любого маньяка, это удивительно приятные люди, которые входили в контакт с другими людьми, могли договариваться, управлять их сознанием, располагать их к себе, а после этого что делали? Просто-напросто убивали. А вы думаете, что вы придете на свидание с симпатичным парнем, у него светлые глаза, значит, у него светлые мысли, вы очень сильно ошибаетесь. Это может быть человек с расстройством психики, больной человек и оказавшись с ним неизвестно, чем это все закончится. И когда речь идет, как я вначале говорил о том, что «А что теперь на десятом свидании, когда ты даешь, ты спрашиваешь справку?» Да дело не в этом. Дело в том, что когда женщина общается с мужчиной какое-то время, она прекрасно понимает, кто он, она видит его образ жизни, у них есть естественное общение, не в первый день. Как можно сделать вывод, что если у вас нашлись точки соприкосновения? Давайте мы поговорим о мужской психологии. Когда мужчина хочет соблазнить женщину, он становится ангелочком, он очень внимательный, он очень ласковый, он сам найдет точки соприкосновения с вами, он считает вас, он подыграет вам. И все только лишь для того, чтобы переспать. А женщины наивные, с низкой самооценкой, сидящие на свидании, воспринимают это как что? Как комплимент. Они начинают видеть в этом мужчине что-то очень прекрасное и думают, что если они его упустят, жизнь закончится. Я вам так скажу, какая женщина в большей степени предрасположена к сексу на первом свидании? Женщина, которая не любит себя, женщина, которая не развивается, у которой нет источников удовольствия, радости и счастья. Вот представьте себе, что у вас есть вот такой стаканчик внутри где-то вмонтирован в организм ваш. И в этот стаканчик набираются гормоны счастья и радости. Если у женщины в обычной жизни уровень гормончиков вот здесь, от которых она может кайфовать и радоваться, и она приходит на свидание, там происходит естественная химическая реакция, и она рядом с мужчиной проживает иные состояния, то есть ее система наполняется. И представьте, у нее было вот столько дофамина, эндорфинов, серотонина, адреналина, окситоцина, а она пришла на свидание, там стало вот столько. Естественно, так как там присутствуют эндогенные гормоны, наркотики, самые настоящие, она под воздействием этой наркоты природной и соглашается на эту близость. Но когда близость заканчивается, гормональный фон что? Восстанавливается. А когда она понимает, что этот мужчина ей больше не звонит, и он в принципе не готов к отношениям с ней, она начинает свою больную психику успокаивать тем, что ну мне и так хорошо, и мне не нужны эти отношения, ну подумаешь, переспала, то есть начинает обманывать себя. А женскую природу не обманешь. У каждой женщины есть мозги. Это я говорю для тех женщин, которые об этом не знают. И мозг имеет свойство управлять не только вашей головой, но еще и репродуктивной системой. И когда у вас масса комплексов негативных установок, убеждений, детских психологических травм, когда вы живете с низкой самооценкой, страхи, стыд, чувство вины, нет людей, которые с этим не живут. Только есть люди, которые с этим работают, а есть, которые не работают. Так вот, чтобы вы понимали, все эти импульсы, которые мозг ваш, продолговатый мозг, отправляют в ваши репродуктивные системы, они могут быть либо полноценными, либо нет. И когда вы соглашаетесь вот на такой мизерной сексуальной энергии идти в отношения с мужчиной, он спит с вами, а потом и не хочет быть. Объясню вам почему. Потому что женщина способна пробудить в себе настоящую сексуальную энергию только в том случае, если она чувствует себя в безопасности с мужчиной. Здесь можно поставить точку. Еще раз повторюсь, когда женщина чувствует себя в безопасности с мужчиной, ее сексуальная энергия начинает транслироваться в полном объеме. Я имею в виду, естественно, на период той же влюбленности, но должно пройти какое-то время, там месяц, два месяца, три месяца, чтобы она почувствовала себя в этой безопасности. И когда мужчина спит с такой женщиной, он понимает, что он насыщается в близости с ней. И шанс, что он захочет с ней строить отношения, естественно, в миллионы раз выше, нежели в случае, когда вы переспали в первый день в знакомстве. Это вот этот секс в первый день знакомства и сексуальную близость уже спустя время можно сравнить либо с постной едой. Вот вы сварите себе супчик, добавьте туда капусточку, и брокколи добавьте, и морковку, и ешьте на протяжении месяца. Что вы почувствуете? Да вы похудеете так, живыми еле останетесь. Почему? Потому что там недостаточно микроэлементов, там недостаточно калорий для жизни. Так же и здесь. Мужчина в первый день секса с женщиной, он удовлетворяет исключительно свой запрос быть удовлетворенным здесь и сейчас. Сексуальной энергии столько, что он не хочет даже дальше продолжать. А если и хочет, то такими набегами. Переспали раз, переспали два, переспали три. С другой, с третей, с пятой, с десятой. И обратная ситуация. Когда женщина расслабляется, когда женщина понимает, что она не только сексуальный объект, когда женщина понимает и осознает, что мужчина ее рассматривает и как женщину, и как личность, и просыпается доверие, просыпается ощущение безопасности, вот в том случае женщина отдается мужчине, и он воспринимает секс с ней как самое вкусное питательное блюдо. То есть он насыщается. И в этом состоянии насыщения он естественно понимает, зачем с такой женщиной расставаться. Ему хорошо с ней, так же, как ему с ним. Это я сейчас говорю для тех людей, которые пытаются найти доводы и объяснения. Я вас уверяю, вы никогда не найдете столько доводов, сколько находит научный мир, объясняя секс на первом свидании. Можете объединиться даже все психологи, которые гнут эту линию. И можем вместе с вами встретиться. Я один, и вы там в коалиции своей. Пожалуйста, давайте. Следующий очень важный момент. Ну, по поводу там репродуктивной системы и привязки это все понятно. Вы же понимаете, что когда женщина начинает спать с мужчиной, она думает, что это просто секс. Но рано или поздно у нее начинается что? У нее начинается перестроение организма. И неважно, с презервативом вы спите, не с презервативом. Есть органы чувств, зрение, слух, тактильные ощущения, запахи, вкусы. Есть ретикулярная активирующая система, которая отвечает за определение того, что для меня больше всего благоприятно. То есть система приоритизации. И когда вы начинаете спать с мужчиной, а в вашей жизни присутствует низкая самооценка и неуверенность в себе, то ретикулярная активирующая система определяет этого человека как единственный источник удовольствия, полноценный. И он действительно так и будет считываться. И даже если в дальнейшем выяснится, что это наркоман, алкаш, либо безработный, вам будет плевать, вы будете подтирать ему сопли и какашки, и будете следовать за ним, и будете с ним в отношениях, вот в таких болезненных, нездоровых. А все почему? Потому что думаете, что вы способны обмануть свой организм. Также окситоциновая привязанность. Я недавно прочитал тоже высказывание одной психологине о том, что почему мужчины не бегают после этого в терапию, после секса с женщиной, что у них нет привязанности. Да у мужчин другая природа. Мужчины даже развод переживают по-другому. Я вам скажу как. Мужчины, мы, мужчины, это те создания, которые трусливее всех переживают расставание. Женщина будет мучиться страдать наедине с собой. А мы побежим трахать все, что движется, чтобы не почувствовать себя брошенными и ненужными. Понимаете? И в этом вся проблема. И не нужно сравнивать женскую природу и мужскую природу. Это совершенно две разные вселенные. Мужская вселенная и женская вселенная. А мы пытаемся все это в единый какой-то клубок связать. Давайте поговорим о других вещах, о более приземленных. Мужчина не подумает, что вы шлюха. Мужчина задастся вопросом, как часто ты, в принципе, соглашалась на такое? Как часто в твоей жизни были такие перепихончики на первом свидании? Допустите, что у вас начались отношения. И в моей практике такие пары были, которые в конечном итоге просто-напросто расходились. Почему? Потому что мужчина и женщина уничтожали друг друга своей ревностью. Мужчина, который соблазнил женщину в первый день, это сумасшедший мужчина. Даже если у него начнутся отношения с ней, он изнасилует ее психику своей ревностью. Почему? Потому что он не будет ей верить, что он был единственным, с кем она пошла на такой отчаянный шаг. Но вот не верит он и все. И ты хоть головой в стенку бейся. То же самое касается женщинам. И здесь очень важный момент, показательный момент, возвращаясь к женской самооценке. Никогда женщина, я даже не говорю уважающая себя, нет, никогда женщина в зрелой самооценке, с зрелой сексуальностью не будет спать с мужчиной на первом свидании. Вот эти рассуждения больных людей, в прямом смысле слова, нуждающихся в терапии, которые трахаются направо и налево, я говорю про женщин сейчас, это их личное дело. Абсолютно лично. И я не собираюсь с ними даже взаимодействовать, коммуницировать и уговаривать их. Я просто вам могу сказать о том, что когда вы в глубокой старости столкнетесь с очень сильным состоянием одиночества, напишите своим любимым психологам письмо благодарности за их удивительные рекомендации. Напишите. И посмотрим, к чему это все приведет. И вы просто обнаружите для себя очень важные моменты. Так вот, еще один очень интересный момент. Опять же таки, в вот этой информации, которую психолог значит подает девушкам, он говорит еще такие, я не помню дословно, смысл в том, что а если вдруг после секса обнаружится, что этот мужик якобы какой-то не такой, ну и забей на него хрен и скажи спасибо, что так на ранней стадии типа выявились все его недостатки. простите меня, у вас дегустационная вагина, ее можно как-то брать на дегустацию, пробовать, или что вы с собой делаете. А если он переспал с вами второй, третий, пятый, двадцатый, дальше что? Что дальше? Вам не кажется это странно? Для того, чтобы узнать, какой есть мужчина, достаточно посмотреть на него и без секса. и вы обнаружите абсолютно все его подноготное, все то, что он скрывает. Я вам приведу разные примеры. Вот я с низкой самооценкой своей иду с мужчиной в постель, сплю с ним, а потом узнаю, что он козел. Ну и ладно. Нет, не ладно. Это каждый раз будет таким травмирующим опытом для вас. И вы что хотите, рассказывайте. Настройки свои не обойти. А естественно, то же самое можно было узнать и без секса. Все очень просто. Мужчина, которому женщина отказывает, пусть не в грубой форме, но пока намекает, потому что я пока не готова, мне нужно время, чтобы как-то привыкнуть к тебе, узнать друг друга получше. Обращайте внимание. Если он пропал сразу, все ясно и понятно. Он просто хотел переспать. Если он начинает обижаться, не брать трубки, манипулировать, рядом с вами незрелый человек. Незрелый человек. Да, понятно, любой мужчина идет на свидание, но это правда. И хочет быстрого секса. Такая мужская природа. Такова мужская природа. И если в мире животных это все решается в сражениях, там встретилось три льва, и самка сидит хвостиком на камушке виляет, и они там начинают драться между собой. Кто будет с ней спариваться? Это одна ситуация. Сейчас с мужчинами они же не дерутся друг с другом. И его задача как можно быстрее пометить территорию. Поэтому женщина, она и соглашается на это. А соглашается еще раз какая женщина? Женщина с низкой самооценкой. Которая себя не любит, не ценит и не уважает. Она просто-напросто идет туда, где хочет узнать о себе больше. И она приходит со своей больной самооценкой. И желание мужчины переспать с ней для нее лучший комплимент. И она идет и спит. Идет и спит. Здесь я сейчас хочу попробовать найти еще один интересный комментарий. В общем, не нашел я этот комментарий. Ладно. Дело в том, что не комментарий, а письмо от девушки. Смысл там такой, что она, значит, написала мне и говорит Марк, вы знаете, я не знаю, с чем это связано. Но когда я начинаю общаться с мужчинами, во мне что-то очень сильно просыпается. То есть просыпается какое-то состояние внутреннее, когда я себя чувствую живой. И я поймала себя на мысли, что мне трудно остановиться. То есть я уже бегаю от мужика к мужику из постели в постель. И только в те моменты, когда я с ними общаюсь, я чувствую себя женщиной. А когда я с ними не общаюсь, я себя не чувствую женщиной. И в процессе работы с этой женщиной выяснились очень важные моменты, с которыми сталкиваются миллионы женщин. Вот давайте я вам приведу несколько примеров. Если взять телесно-ориентированную психотерапию, которая связывает и сознание и бессознательное, и работу с телом, работу с травмой и через наш мозг, естественный подход к травме через тело, здесь очень важный момент. Миллионы женщин живут с блоками телесными. Эти телесные блоки результат такого достаточно болезненного опыта в прошлом и в настоящем времени. Например, если взять тазобедренный блок, который может присутствовать у миллионов женщин, даже у сотен миллионов женщин, женщина с тазобедренным блоком не способна транслировать полноценную сексуальность. Она ее чувствует только лишь при употреблении алкоголя, либо при общении с мужчиной, при наступлении возбуждения, потому что психика перестает контролировать тело, оно немножечко расслабляется, панцирь этот мышечный тоже расслабляется, и женщина начинает чувствовать возбуждение. И если это становится нормой, а для миллионов женщин это норма, почему, задайте себе вопрос, почему рушатся отношения, как только заканчивается влюбленность? Потому что в период влюбленности под воздействием эндогенных гормонов естественным образом женщины и мужчины себя чувствуют кайфово. Как только влюбленность заканчивается, все, нет никакого кайфа, нужно строить отношения, личность равно личность. И, а не получается, хочется драйва, этот драйв можно создавать другими способами. Я обязательно буду продолжать эту тему. Обязательно буду затрагивать уникальность женского организма. Сегодня мы в общем поговорили, мы будем брать прям конкретные ситуации, где я буду показывать, как мозг, например, и матка взаимосвязаны друг с другом. Какие процессы взаимообмена информационного между ними происходят. Как женщины возбуждаются, где это возбуждение может прерываться, почему возникает та же фригидность у женщины, психогенная фригидность. То есть, я обязательно буду затрагивать эти темы для того, чтобы не было вот таких предрасположенностей и наклонностей и прислушиваться к людям, которые понятия не имеют, о чем они говорят. Понятия не имеют. Далеки напрочь от понимания того, кто такая женщина, какова ее природа. И вещают то, что им хочется и нравится. Поэтому я обращаюсь к вам, девушки. Возьмитесь, пожалуйста, за осознанность, возьмитесь за свое развитие. Хватит сидеть на месте, вы даже себе представить не можете, чего вы себя лишаете. Да, вы можете заниматься сексом на первом свидании, но это что? Это начальный уровень, это первый класс, это нулевой класс. Это так примитивно, это настолько смешно. Вы никогда в жизни не достигнете состояния самоактуализации своей. А там весь кайф. В отношениях с мужчиной там классно. Так как ваш уровень понимания себя не дает вам возможности поверить в себя и поверить в то, что могут быть другие отношения, вы соглашаетесь вот на все это. Поэтому, пожалуйста, я еще раз напоминаю, что у меня есть как бесплатные программы, так и платные. Приглашаю вас на свой бесплатный диагностический курс. Прослушайте его. Прослушайте и примите решение, что делать дальше. Идти, работать над собой или оставить все как есть. И тогда у вас будет становиться все на свои места. Не будет никаких проблем. ни в отношениях с мужчинами, ни в самореализации. Ссылка находится в описании под этим видео. Естественно, оставляйте свои комментарии. Естественно, пишите. Пишите, какая тема вам интересна относительно того, о чем я сегодня говорил. Что раскрыть более подробно. Если понадобится, я буду ставить здесь доску и буду писать на ней. Надо будет, будем презентации выводить и записывать все это для того, чтобы вы понимали, о чем идет речь, насколько вы удивительны и уникальны. Не уникальны с позиции «я королева», а уникальны с позиции своего строения. И приходите уже в себя. Приходите в себя. Тогда и мужчины начнут меняться. Я благодарю вас за то, что вы смотрели это длительное видео. Увидимся в ближайшее время и до встречи.